здравствуйте уважаемые подписчики и гости канала в сегодняшнем выпуске я расскажу вам о том как выводить камни из желчного пузыря с помощью народных методов но прежде чем мы начнем не забудьте подписаться на канал так вы не пропустите новые выпуски причины камней в желчном пузыре заключаются в застое желчи и нарушений обмена веществ которые приводят к увеличению содержания солей в желчи причины формирования камней в желчном пузыре заболевания поджелудочной железы желчных путей и кишечника беременность режим питания с нерегулярным приемом пищи чрезмерным потреблением пищи либо низкокалорийной диетой голоданием повышенный уровень холестерина прием некоторых медикаментов и гормональных контрацептивов ожирение малоподвижный образ жизни без достаточной физической нагрузки сидячая работа преклонный возраст наследственность если среди кровных родственников были больные желчекаменной болезнью то велика вероятность особенно для женщин возникновение болезни этнические отличия в странах азии наличие камней в желчном пузыре диагностируется в два-три раза реже чем в европе симптомы желчекаменной болезни камни в желчном достаточно долго никак себя не проявляют среднем они увеличиваются со скоростью от 3 до 5 миллиметров в год именно это и объясняет то что больной долго не знает о появлении у него камней в желчном но через несколько лет после начала процесса появляются первые признаки камней в желчном пузыре боль тяжесть в правом подреберье тошнота рвота желтуха кожи глаз слизистых горький привкус в ротовой полости диарея либо наоборот запор отрыжка а теперь перейдем к лечению рецепт номер 1 необходимо взять несколько головок свеклы снять с них кожуру и хорошо промыть проточной водой свеклу нужно порезать и кипятить до тех пор пока отвар не примет вид сиропа полученный сироп принимать внутрь по полстакана три раза в день перед едой это народное средство помогает постепенно и без боли растворить желчные камни рецепт номер два еще одним действенным средством считаются свежие плоды красной рябины для растворения камней в желчных протоках нужно ежедневно в течение одного с половиной месяца съедать по два стакана ягод это должны быть ягоды дикого не садового дерева ягоды можно есть сахарным песком медом хлебом рецепт номер три столовая ложка высушенных березовых листьев заваривается стаканом кипятка и 20 минут стоит на медленном огне полученный отвар нужно укутать и настоять в течение часа процеженный настой пьется утром и вечером за 30 минут до еды по одному стакану при желчекаменной болезни прием такого настоя рекомендуется в течение длительного времени если это видео было полезным для вас пожалуйста поставьте лайк и не забывайте подписаться на канал а на этом у меня все до скорых встреч